Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена НДС, самому, наверное, часто изменяемому налогу. И мы сегодня с вами поговорим. У нас достаточно большая повестка дня. Сейчас мы к ней перейдем. А сначала я хочу вам напомнить наши координаты, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика НДС Гардышева Галина. И мы будем рады, если вы зададите свои вопросы. Любым удобным для вас способом мы постараемся более предметно и подробно ответить вам, поскольку у нас уже не будет ограничений по времени. И приглашаем вас к сотрудничеству. Милости просим. Итак, мы с вами сегодня будем разговаривать вот на такие темы, то есть программа нашего вебинара. Проверка кодов операции, то есть коды операции. Это у нас в декларации. И мы посмотрим, что изменилось. Ну и наиболее, наверное, такие значимые проблемы, которые связаны с НДС. Это раздельный учет по НДС. Работа с прослеживаемыми товарами. То есть это работа в основном с декларациями или с производством прослеживаемых товаров. По нулевой ставке, что у нас изменилось. Проверяем вычеты по опоздавшим НДС. По опоздавшим счетам фактурам, то есть по опоздавшим документам. Проверяем агентский НДС. И вишенка на торте. Это декларация по НДС. Собственно говоря, что у нас в этом случае изменилось и какие есть дополнительные сервисы. На самом деле НДС, с одной стороны, в общем-то, самые часто изменяемые налоги. С другой стороны, в 2024 году у нас таких глобальных изменений до сих пор не произошло. Но анонсировали, соответственно, налоговую реформу. И вот там-то как раз изменений очень много. И нужно быть очень внимательными. Но поскольку у нас с вами сейчас на данный момент отчетности за полугодие, за второй квартал, если быть более точными, то, соответственно, есть несколько алгоритмов, которые необходимо выполнить для того, чтобы у вас сформировалась качественная декларация и не возникла проблема с налоговой. Слава богу, новых форм у нас не появилось. То есть мы используем ту же форму, которую применяли в отчетности за первый квартал. Но, значит, мы поговорим с вами про особенности конфигурации и поговорим про работу с НДС именно в конфигурации 1С и РП. Значит, как наша встреча будет построена? Мы будем какую-то теоретическую информацию брать из слайдиков. И если это у нас будет... Как бы мы будем переключаться на демо-версию. Прошу прощения. Я вас слышу, а себя нет. Программ... То есть у нас будет переключение на демо-базу. Вот таким вот образом. Мы будем переключаться и смотреть то, что посмотрели с вами на слайдах и о чем поговорили на, так сказать, местности. Сейчас переходим снова к слайдикам. Итак, в общем-то, у нас с вами изменения, которые произошли в 2024 году. Собственно говоря, они уже все известны. Мы про них уже говорили. Повторим немножко, коротко повторим задатую информацию. Ну, во-первых, на выведение у нас коснулись ставки 10% и 0%. Это уже не очень новая, так сказать, новость. Не горячие пирожки. Но, тем не менее, законно у нас 504 ФСЗ действует. Действует и он действует, называется он на внесение изменений в статью 164 второй части налогового кодекса. И он устанавливает ставку 10% на определенный перечень товаров, который был расширен. И плюс нужно быть готовым к тому, что этот перечень и дальше будет расширяться. В этот перечень добавились детские товары. И, соответственно, если раньше у нас касался перечень в основном детского питания, то теперь вошли и велосипеды, механические удерживающие средства, пеленки и так далее. То есть перечень у нас имеется в согласованном списке. И еще одно новшество, которое у нас приключилось, это то, что компании, которые оказывают услуги общепита, могут пользоваться нулевой ставкой НДС. Обратите внимание, не освобождены от уплаты от НДС, а могут пользоваться нулевой ставкой. И, естественно, если они, в общем-то, выполняют определенные условия. То есть суммарный доход составил не больше 2 миллиардов рублей. То есть, как вы понимаете, это много не только для предприятий общепита, это много и для других компаний. Но, тем не менее, вот такой лимит. И если у вас доходы от общепита составляют не меньше 70% в общей выручке. И плюс ко всему, среднемесячный размер выплат филическим лицам, собственно, это наша заработная плата сотрудникам, по РСВ не меньше среднемесячных выплат по виду деятельности, связанной с предоставлением продуктов питания и напитков по вашему региону. То есть, в общем-то, здесь уделено внимательно тому, что нельзя платить зарплату 3 копейки, соответственно, зарплата должна соответствовать региональному утвержденному минимуму. Что еще касается НДС, что нам, конечно, обязательно надо, это при работе с раздельным НДС нам необходимо учитывать, ну, естественно, для какого вида деятельности приобретаются товары, услуги. То есть, если эти материалы, эти услуги используются в облагаемой НДС деятельности, то они учитываются отдельно. Если в необлагаемой, то входной НДС в этом случае не принимается к вычету, а входит в состав расходов. Либо в себестоимость покупки списывается, либо списывается в расходы, в зависимости от того, как отражается он и как в учетной политике установлено. То есть, мы с вами приходим к тому, что нам надо проверить учетную политику при работе с конфигурацией перед составлением отчетности. Практически этот шаг всегда необходимо делать. Я немножко напомню, мы с вами сейчас переключимся вот таким образом и посмотреть, какой у вас релиз. Мы можем вот по этой пиктограммке нажимаем «Сведения и информация о программе». И вот здесь нам отражается релиз платформы. А вот здесь мы с вами видим релиз конфигурации. Обратите внимание, у нас с вами 17-й, 2.5.17. Это практически самый свежий релиз майский. Практически для работы с НДС у нас вполне устроит и 15-й релиз, потому что там все собраны регламентные документы, которые действуют и во втором квартале. Ну, естественно, по другим налогам произошли изменения, они учтены в этих релизах. Но если идет разговор о том, что мы только НДС интересует нас, то 15-й подойдет. Так, значит, мы посмотрели, что релиз нас устраивает. И теперь снова возвращаемся к слайдикам. Собственно говоря, здесь важно, что при раздельном учете понимать, что для ведения раздельного учета у нас должна быть деятельность, которая облагается и не облагается НДС. и, соответственно, должны быть разные, возможно, есть разные ставки. То есть может быть ставка 0% и ставка, например, 20% или 10%. Ну и, естественно, соблюдаются условия документального оформления. Правда, сейчас этому уже уделяется не такое большое внимание. Как вы помните, был период, когда оформление первичного документа, то есть счета фактуры, очень пристальное внимание уделялось. И, соответственно, если там находили какие-то ошибки, то этот счет фактуры не принимался к зачету. И, соответственно, НДС, который там указан, тоже не принимался к вычету. Но поскольку сейчас у нас в общем-то все документы по НДС в электронном формате представляются, то этому моменту стали уделять меньше внимания. Но, тем не менее, если у нас с вами есть счет фактура, и если у нас мы приобретенные товары и услуги применяем для деятельности облагаемой НДС, то это еще не значит, что все хорошо. Для отдельных операций необходимо, чтобы соблюдалось выполнение дополнительных условий. Это касается объектов основных средств, для которых невозможно определить вид деятельности, для которого они будут использоваться. Или их использование предполагает несколько видов деятельности. То в этом случае мы должны ввести в эксплуатацию сначала и потом уже рассчитываться по пропорциям. если это не материальные активы приняты, то есть мы приняли НДС к вычету и в этом случае тоже возможно вычет использовать только после ввода в эксплуатацию как основные средства. И если мы с вами используем входящий НДС при экспорте, то есть в этом случае мы тоже можем нулевую ставку использовать только после того, как мы подтвердим налоговую инспекцию, что процедура экспорта произошла. Еще немножко теории напомним, что у нас раздельный учет мы применяем, если работы реализуются не на территории Российской Федерации. И если операции, которые подлежат налогообложению НДС, это перечисленные в статье 149. И если у нас доля необлагаемых операций меньше 5%, то в этом случае мы можем НДС не выделять, а принять полностью в состав затрат, полностью принять к вычету, соответственно, так же, как будто было не облагаемой деятельности. Ну, естественно, если НДС был выделен, то мы определяем, для какой деятельности он применен, и соответственно, тут у нас разные проводки. то есть если закупка в нашем случае закупка товаров, материалов, ТМЦ, короче, облагается НДС, и она сделана для облагаемой НДС деятельности, то мы полностью эту покупку принимаем к вычету, весь НДС принимаем к вычету, и делаем проводку 68-19, то есть полностью относим на 19-й счет. А если мы были приобретены какие-то ТМЦ, которые не облагаемые НДС, то в этом случае мы весь входящий НДС относим на статью расходов. И если мы приобретаем товары, которые будут и для облагаемых, и для необлагаемых, то, как я уже говорила, мы составляем пропорцию и списываем пропорционально долям операции. Эти пропорции составляются по каким-то конкретным параметрам. Теперь мы с вами сейчас перейдем на демо-базу и посмотрим несколько моментов, скажем так, в натуре. то есть когда мы с вами работаем с НДС, у нас в блоке финансового результата контроллинг, то есть я напомню, мы с вами считаем, что у нас уже, поскольку это второй квартал, то у нас уже первоначальные настройки выполнены, то есть через НСА и администрирование мы с вами уже заходили все, что нужно настроили и сейчас мы этот аспект не рассматриваем и соответственно мы рассматриваем остальные моменты, которые связаны уже с ведением учета. То есть у нас раздел финансовый результат и контроллинг содержит блок НДС и здесь на самом деле самый основной момент это рабочее место помощник по учету НДС. То есть здесь у нас практически автоматизирована работа с НДС. Вот если мы переходим сюда, как вы видите, здесь у нас возможность и проверить выставленные счета фактуры, то есть и на аванс и на налогового агента. То есть если на аванс раньше допустим было достаточно трудоемко просмотреть счет фактуры, допустим налог как в качестве налогового агента, это всегда вызывало пристальное внимание, этому пункту всегда уделяли время, то вот в отношении авансов не всегда. И счет фактуры, который выдается комиссионерам, то есть который комиссионер перевыставляет в случае каких-то приобретений товаров и услуг с НДСом. И то есть выставили счета фактуры, проверили и то же самое сделали с регистрацией входящих счетов фактур. Проверили на все ли документы у нас присутствуют первичные на все ли операции у нас присутствует первичная документация. И вот здесь обратите внимание на такой момент. Мы сейчас смотрим так, сейчас главное нам найти где у нас есть документы. Вот так, например, деловый союз у меня вот нет, не получится. Значит, мы с вами сейчас откроем документ и посмотрим на готовом документе журнал учета счетов фактур. Соответственно, посмотрим одну тонкость. То есть, когда мы работаем с НДС, каким образом мы можем проверить наличие счетов фактуры на данный товар. и если написано, что например, в счет фактуре написано НДС не предусмотрен, то есть стоит графа не предусмотрен, то на что это влияет и на что надо обратить внимание. Сейчас мы посмотрим первичные документы, но перед этим мне хотелось обратить внимание вот на такую ссылку счета фактуры и таможенные документы. То есть, здесь у нас с вами при пересечении границы соответственно, если мы везем какой-то импортный товар, то соответственно начисляется таможенный НДС. мы сейчас делаем себе оборотно-сальдовую ведомость, это стандартные бухгалтерские отчеты и оборотно-сальдовая ведомость, общая ОСВ, например, вот так сделаем, проверка актуальности, сформировать, так, настройки, значит, хочу сделать отметочку, что если мы ставим вот такой чекбокс, то есть, на закладке группировка ставим чекбокс, у нас будут разворачиваться субсчета, а если мы ставим на закладочке дополнительные поля, то в этом случае внешний вид выводить наименование счетов, ставим чекбокс, то в этом случае у нас изменится внешний вид, вот теперь я нажимаю сформировать, и как вы видите, названия счетов отображаются и субсчетов, ну, то есть, если вы крутой гуру, то вы, конечно, можете этого не делать, и просто по номерам счетов, но если вы используете редкие счета, или не очень все уверенно чувствуете, то можно вывести, конечно, и с наименованием счетов и субсчетов. Интересует нас девятнадцатый счет, то есть, вот он у нас, НДС по приобретенным ценностям, и в основном это ноль первые таможены, НДС у нас на ноль пятом счете, и, собственно говоря, у нас здесь нет никаких операций, есть, к сожалению, только начальная сальда. Почему, к сожалению, потому что в этом случае у нас примеры как бы ограничены, которые мы можем показать. Ну, на самом деле, когда у нас происходит таможенный НДС, то мы в этом случае естественно, при оформлении декларации, сейчас у нас происходит электронный обмен, и таможенные органы направляют документы и в налоговые органы, и в банки. То есть, соответственно, если раньше при непредоставлении документов от таможни у нас были очень серьезные проблемы, вплоть до ну, естественно, это применение штрафных санкций, но еще могли быть проблемы административного характера, то сейчас в этом случае уже только за несоблюдение сроков мы можем нести ответственность несоблюдение сроков, если мы справки, например, о подтверждающих документах или о валютных операциях не оформили, что тоже сейчас достаточно редко встречается, потому что за составлением этих справок банки следят очень бдительно. Соответственно, после того, как мы проверили, что у нас на 19 счете допустим все хорошо, мы с вами должны обратить внимание вот на какой момент. Вернемся к нашим разговорам о поступлении товаров и перейдем в меню закупки. Закупки, документы закупки все нас интересуют. И мы с вами берем вот, например, деловой союз у нас компания, счет фактура полученной, это закуп от поставщика происходил. И мы на самом деле хотим посмотреть первичный документ, документ основания приобретения прочих активов и услуг. то есть это документ, который сопровождает оформляет приобретение каких-то работ или услуг и смотрим закладочку расходы и прочие обязательства и вот что нас интересует. то есть видите, у нас есть колонки ставка НДС, сумма НДС, сумма без НДС и сумма с НДС. Соответственно, когда у нас стоит отметка о том, что цена включает в себя НДС, появляются вот эти колонки и если колонки не будут заполнены, то есть я, например, могу выбрать здесь без НДС, то в этом случае у меня вот эти колонки останутся пустыми, но они будут присутствовать и программа у меня значит такую ситуацию расценит как ошибку, что счет фактура должна быть, но отсутствует. Поэтому если вы, например, работаете с разными ставками НДС и работаете с необлагаемыми НДС товарами, то есть ведете раздельный учет, то вам на это нужно обращать внимание, что если у вас либо ТМЦ не попадает под деятельность облагаемую НДС, то вот в этом вот три колоночки значит то у вас цена на данные товары или услуги должна быть указана без НДС и в этом случае вот этих колонок ставка НДС у вас не будет и программа не будет воспринимать это естественно как ошибка так теперь мы снова не надо нам сохранять данные это документ основания естественно у меня по нему был оформлен счет фактура то есть есть вся цепочка документов и так далее поскольку у нас электронный документ оборот то естественно мы проверяем предъявленный НДС когда мы составляем декларацию но я уже говорила у нас есть с вами волшебный инструмент помощник по учету НДС мы на него смотрим то есть мы проверяем мы проверили таможенные документы проверили что у нас при пересечении границы с нас взяли пошлин с нас взяли НДС то есть мы заплатили в таможенные органы и мы с вами знаем что у нас есть прослеживаемые товары скорее всего они попадают в эту группу которая пересекает границу и соответственно в этом случае таможня присваивает вам регистрационный номер РНПТ здесь вот вы видите операции ВЭД и соответственно ссылка на переход к самим декларациям то есть естественно необходимо проверить наличие всех деклараций чтобы у вас не оказалось поступление товаров которые по которому пропущено ГТД сейчас это стало более комфортно потому что уже в электронном формате обмениваются информации но раньше это был достаточно большой было большой проблем особенно когда это большой поток информации например вы постоянно завозите какие-то товары то пропустить декларацию было достаточно просто ну и естественно заявление о ввозе из единого союза то есть государств членов ЕАЭС в этом случае у нас получается что ничего особенного нам делать не надо только сформировать заявление и здесь выбрать соответствующее заполнить табличную часть выбрать коды ТНВЭТ вот обратите внимание коды ТНВЭТ это значит что я когда заводила свои номенклатурные позиции не заполнила до конца то есть вот допустим если я сейчас я не перейду отсюда то есть если я перейду в карточку конкретного товара то окажется что у меня не заполнена информация заполнена только допустим наименование ну то есть основные параметры но код ТНВЭТ я не заполнила то есть это показатель моей добросовестности значит собственно говоря при наличии прослеживаемых товаров у нас здесь создается либо код подтверждения либо заявление о возе из ЕАЭС все зависит от нашего бизнес процесса сейчас мы снова с вами переключимся на наши слайдики и вот о чем поговорим то есть кроме того что у нас изменились правила по поводу ставки НДС то есть у нас расширилась ставка 10% расширилась перечень товаров которые попадают в эту группу у нас еще произошли изменения по услугам то есть у нас прекращено освобождение от НДС услуг застройщика это у нас 1 января этого года произошло и услуг застройщика при строительстве гостиниц то есть при строительстве апартаментов соответственно в этом случае застройщики вправе принимать к вычету входной НДС и соответственно вправе оформлять счета фактуры уже своим клиентам при работе с экспортом стало проще подтвердить нулевую ставку ну во-первых уточнили перечень документов которые должны сопровождать такую процедуру и подтвердить нулевое НДС для налоговых органов стало тоже проще потому что в налоговой инспекцию подаются электронные реестры и соответственно электронные декларации которые таможня направляет на контроль и если не подтвердился экспорт то есть прошли все сроки а у вас висит неподтвержденный экспорт то в этом случае для налогооблагаемой базы мы берем последнее число квартала в котором заканчивается 180 календарных дней то есть соответственно конкретизирована эта дата дальше еще расширены списки медицинских товаров по льготам которые мы можем использовать ну в частности вот по 10% у нас теперь попадают некоторые медицинские товары и при импорте и продаже в России тоже этот список расширен и обратите внимание с 1 в общем-то января это у нас действует и уже знакомо тем кто имеет дело с экспортом с импортом что еще в общем-то про общепит мы с вами уже поговорили то есть теперь мы с вами переходим к конкретным действиям в конфигурации так обратите внимание то есть помощник по учету НДС у нас разделен на блоки то есть выставление счетов фактур регистрация входящих счетов фактур и ну естественно ВЭДовский блок подтверждение ставки 0% как я говорила сейчас оно достаточно комфортное если мы переходим по этой ссылке то можем сразу весь комплект документов подготовить для налоговой посмотреть что например не сделано самое удобное в этом помощнике то что при запуски ну например вот я поставлю сейчас вот так с 1 января значит вот я запускаю не по всем организациям допустим ну ладно по всем сделаем по всем потому что я не помню где у меня есть рабочие документы при формировании проверки документы количество документов которые не сделаны или сделаны сейчас с ошибками высвечивается в соответствующем пункте и я например нажимаю показать пояснение и здесь у меня будет если еще какие-то ошибки то соответственно они будут показаны и я могу перейти по данной ссылке вот я перейду вот в тот журнал документов который мы с вами уже только что смотрели то есть мне необходимо оформить одно заявление и соответственно если это не ведущие операции а внутри допустим внутри страны то у меня доступны другие функции и конечно самое основное это регламентные операции потому что регламентные операции это собственно говоря у меня уже я их сейчас обновлю но это уже основа это формируется декларация и блок отчеты по НДС у меня достаточно большой как вы видите и здесь ну кроме конечно классики анализ состояния учета по НДС и так далее здесь есть анализы начислений и анализы наличия документов ну например вот отчет по НДС у нас похоже как отчет по прибыли то есть по такому же принципу построен и при наличии здесь операции то есть я каждую операцию могу посмотреть из чего она состоит и естественно на основании чего формируется уже декларация то есть обратите внимание седьмой раздел формируется и реестр приложенных документов то есть тоже на основании первичных вам программа это все автоматически сформирует и соответственно сверка данных по учету НДС вы тоже делаете с помощью этого помощника то есть практически зная как построена работа с НДС ваша функция сводится к тому что проверяете наличие первички и причин которые допустим не внесена какая-то первичная документация или почему она отсутствует то есть функция скажем так главного гублокера сводится больше к диспетчерской несмотря на то что учет по НДС достаточно сложный в нашем случае в конфигурации 1С ERP у нас есть вот такой замечательный помощник и поэтому нам не сложно с НДС работать это мы с вами смотрели блок финансовый результат и контролинг то есть вот у нас блок НДС и вот у нас помощник фактически это автоматизация всего учета по НДС и теперь мы с вами подходим напрямую к формированию декларации это у нас блок рекламентированного учета и вот он у нас блок 1С отчетность напоминаю что 1С отчетность это название не только блока но и сервиса то есть если я нажимаю например вот регламентированный отчет это у меня откроется журнал регламентированных отчетов то есть тех отчетов которые я готовила значит пока оно формируется программка вот мне подготовила и выдала рекламный баннер это сведение о сервисе 1С отчетность если в двух словах то это сервис который позволяет напрямую работать с сайтами налоговых и не только налоговых с сайтами фискальных органов то есть налоговая инспекция социальный фонд ну и как видите достаточно большой перечень вот по такой ссылочке можно подробнее почитать как программка себя хвалит и как это здорово на самом деле сервис действительно удобный позволяет время сэкономить на обмене информации но как всегда в таких случаях есть мелкий текст то есть этот сервис доступен фактически на платной основе то есть если у вас подписка ИТС проф то в этом случае вы имеете право одно юридическое лицо подключить бесплатно если у вас холдинг то у вас ну явно не одно лицо и соответственно остальные юрлица будут подключаться за денежки ну единственное что деньги не слишком большие то есть например годовое сопровождение сервиса стоит порядка 4 800 но все зависит естественно от количества лицензий если 4 800 делим на 12 месяцев то получается не страшная сумма если у вас ИТС техно то в этом случае сервис вам доступен только за денежку бесплатного нету ну естественно стоимость такая же как и при проф подписке значит подключиться достаточно нажать клавишу то есть обладать знаниями системного администратора не обязательно подключается по подсказкам которые следуют сопровождают каждый шаг сейчас мы это закроем и хочу обратить ваше внимание почему я останавливаюсь именно на сервисе 1С отчетность потому что у нас есть очень интересный отчет который не отчет даже личный кабинет этот личный кабинет нужен многим он достаточно удачный и располагается он в регламентированном учете в личном кабинете ЕНС то есть это сервис личный кабинет единого налогового счета который отдельно стоящий как вы видите здесь у нас есть личные кабинеты и отдельно личный кабинет ЕНС у нас есть вот в этом блоке если я хочу использовать личный кабинет и соответственно его возможности то в этом случае я выбираю там какое лицо такое мне нужно допустим программка думает и пишет что для работы с личным кабинетом единого налогового счета мне нужна вот эта вот отчетность ЕНС отчетность сервис именно не блок ЕНС отчетности а сервис и то есть счастье достаточно удобной и понятной информации которая структурирована в личном кабинете по ЕНС мне доступна только если я использую этот сервис и вот вы видите интерфейс который показывает опять же мою ну безалаберность скажем так то есть поскольку у меня достаточно много полей с красным подчеркиванием то есть обязательных для заполнения и как вы видите регистрационный номер программы ОГРН то это значит что я в карточке юрлица в карточке организации при заполнении просто халтурила то есть эту информацию я должна была внести но я ее пропустила поскольку на скорость не влияет и естественно я создала себе сложности то есть при формировании регламентированной отчетности там типа декларации у меня не будет отражаться эта информация то есть регистрационные номера наименование фондов и так далее и соответственно паспортные данные ответственных лиц у меня тоже не будут отражаться поскольку я их не ввела но это пока я вам показываю на демо версии это не страшно конечно когда это происходит на рабочей базе и вы готовите отчетность то это доставляет определенные неудобства мы отсюда выходим это все нет это мы уже с вами посмотрели знаем чем нам это грозит то есть хочу личный кабинет значит приобретаю 1С отчетный сервис и возвращаемся к блоку 1С рекламентированные отчеты значит вот это поскольку я уже переходила в этот блок он у меня повторно не запрашивает то есть не запрашивает рекламку рекламный баннер если я перехожу первый раз в этот раздел то мне вот такой баннер как мы смотрели программка выдаст и здесь в общем-то у нас все достаточно давно уже хорошо известно то есть по кнопочке создать я выбираю нужный обратить внимание то есть на закладочке избранное у меня высвечиваются те сведения которые уже были введены то есть по которым была сделана отчетность здесь все возможны и если декларацию по НДС я не делала то теперь мне нужно ее просто выбрать и соответственно можно вот здесь поставить отметку можно вот здесь но я выбираю через кнопку выбрать и ставлю например организация вот у меня деловой союз и второй квартал то есть если я сомневалась какую я форму подаю то подсказочка у нас здесь как и раньше была и соответственно справка изменения законодательства тоже в помощь но это в основном касается например таких вещей как НДФЛ то есть если новая форма была введена в действие с момента опубликования опубликование было там например 9 числа то можно сомневаться но поскольку мы сейчас работаем с НДС у нас такой ситуации нету и мы спокойно выбираем нужный квартал и на что здесь следует обратить внимание ну во-первых заполнение сведений во-вторых проверяем то есть у нас сформировалась декларация я нажимаю кнопочку заполнить заполнить и сохранить для чистоты эксперимента и соответственно у меня появляются разделы в которых например в которых как вы помните зеленые поля это у меня сведения берутся из данных из налоговых регистров а где у меня желтое поле там я могу ручками ввести какую-то информацию и там где темно зеленое поле эта информация вычисляется и соответственно ручной корректировки не подлежит и видите здесь у меня как ссылочка 1С отчетность сервис и он напоминает о том что программка все-таки за мной сидит то есть 1С отчетность это напоминание об этом сервисе а значит раздел 3 тоже смотрим что нам должно быть указано какая информация соответствует ли она нашим реалиям и сейчас переключимся на наши слайдики снова вернемся назад и вот что посмотрим то есть у нас при заполнении декларации мы соответственно были применены новые коды эти новые коды у нас налоговая соответственно в конце 23 года рекомендовала использовать коды операции значит это у нас приложение номер 1 к порядку заполнения декларации мы сейчас эти коды посмотрим только на слайдиках потому что долго будет переходить значит у нас эти коды вот таким образом значит когда мы работаем со сделом номер 2 у нас открывается список этих кодов и мы можем выбрать те коды которые необходимы но опять же они должны выбраться автоматически то есть если они у меня не выбираются это значит что я где-то схалтурила и что-то неправильно ввела недозаполнила либо номенклатурную позицию не заполнила либо статьи затрат ну то есть где-то я допустила небрежность значит вот на эти коды мы обращаем внимание потому они расширились их перечень расширился и нужно на них внимательно посмотреть еще коды у нас в разделе 2 декларации по НДС и в этом случае у нас коды при покупке и при агентских договорах то есть когда мы НДС начисляем как налоговый агент значит еще один момент это раздел вот мы с вами смотрели код выбора операции и ну это перечень кодов то есть которые сейчас применяются мы сейчас с вами еще один слайдик посмотрим и переключимся на дембазу еще один список кодов на которые надо обращать внимание это четвертый раздел и соответственно в четвертом разделе у нас с вами тоже перечень кодов давайте вот сейчас переключимся на него вот он раздел четвертый и вот у нас здесь есть коды операции соответственно мы выбираем тот код который соответствует нашим реалиям нашим бизнес процессам и вообще по умолчанию естественно эта программа выполняет в автоматическом режиме но естественно если я в автоматическом режиме схалтурила при заполнении то мне придется ручками что-то добавлять еще один очень интересный момент связанный с кодами значит у нас связан вот с чем так то есть допустим если если ваше предприятие является допустим резидентом то в этом случае вы указываете соответственно столько листов сколько у вас применяется кодов по НДС то есть например у вас есть льготная деятельность которая облагается не облагается НДС то есть например ну какой-то вид и вы заполняете декларацию по не облагаемым суммам и создаете дополнительную декларацию если у вас налогооблагаемая база присутствует значит здесь еще один момент важно учитывать что четвертый и шестой разделы как я уже говорила это новые коды но они одни и те же то есть справочник кодов один и соответственно эти коды применяются для экспорта для товаров которые помещены в свободную экономическую зону для экспорта то есть когда у вас возвращается товар ну и соответственно вот вы видите на экране несколько других вариаций когда используются то есть при нулевой ставке чаще всего эти коды применяются как я уже сказала при возврате или отказе от выполненных работ и услуг или в связи с изменением цены и соответственно внесение изменений в условия контракта здесь у нас с вами есть еще один момент когда у нас заполняется раздел номер 7 и в этом случае у нас тоже код мы указываем из этого же справочника вот он 7 вы видите раздел и здесь можно сказать что в общем-то эти же коды то есть применяются и в восьмом разделе декларации то есть это приложение номер один то есть это коды которые используются в книге покупок и доп листах и в разделе 10 и 11 у нас с вами тоже те же коды присутствуют и соответственно к сожалению у нас уже время заканчивается и поэтому мы с вами остановимся на тех ошибках которые вам грозят штрафными санкциями и собственно говоря это собственно ошибки которые возникают в книге покупок и в книге продаж в книге продаж мы столкнемся со штрафами которые не связаны с невыставлением счетов фактур на аванс то есть например если вы не выставляли счета фактуры в течение внутри одного месяца а вы выставили только по итогам года то есть это соответственно считается что грубое нарушение правил учета и несет за собой соответствующие штрафные санкции и то же самое касается если это книга продаж или книга покупок ну собственно говоря в обоих случаях квалифицируется как грубое нарушение правил учета и естественно если у вас неподтверденный экспорт и то есть какие-то документы поданы например реестры вы подаете либо не подали либо подали с опозданием то есть вы можете подать реестр одновременно с налоговой инспекцией одновременно с декларацией по НДС и что еще важно помнить это вот такой момент в прослеживаемые товары тоже у нас были внесены изменения и соответственно они были внесены 18 января и эти корректировки мы обязательно должны учитывать и с 1 октября 23 года то есть в прошлом году с 1 октября напомню что мы должны в счете фактуре отражать стоимость прослеживаемых товаров и соответственно поскольку эта информация передается таможенными органами налоговой инспекции то нужно помнить что мы и подаем и в дальнейшем документообороте тоже указываем эту стоимость и такие правила вступили в силу с 18 января 24 года то практически те кто работает с экспортом наверное уже до автоматизма это отработали но если вы только например переходите в ERP то хочется на этом именно заострить внимание к сожалению наше время с вами уже закончилось и я хочу вернуться в начало нашей встречи показать вам титульный лист с нашими контактными данными и пригласить вас к сотрудничеству мы выполняем весь спектр работ с программами 1С так что будем рады оказаться вам полезными ответить на ваши вопросы и обращайтесь если какие-то конкретные темы для вас интересны мы организуем и вебинары и обучение и то что вас беспокоит на данный момент постараемся разрешить все ваши вопросы на этом разрешите попрощаться поблагодарить вас за время уделенное нашей компании и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество на этом решите пожелать вам хорошего дня всего доброго до новых до новых до новых до новых